всем привет это вторая часть видео по сборке гоночного квадрокоптера 130 размера сегодня поговорим о его настройки для начала в целях безопасности не забываем снять винты на компьютере должен быть установлен beta flight конфигуратор для прошивки настройки полетного контроллера и был х или конфигуратор для прошивки регуляторов оборотов ссылки на них не оставлю описание под видео подключаем квадрокоптер компьютеру запускаем бета-флайт конфигуратор переходим во вкладку фирм вэр флэшер в первой вкладке выбираем наш полетный контроллер это пика blx во второй вкладке выбираем последнюю версию прошивки на данный момент а 3 1 7 ставим галочку full чип и рейс для того чтобы стереть все данные от прошлой прошивки также можно выбрать скорость порта загружаем прошивку онлайн она скачивается после этого нажимаем кнопку flash firmware как видим полетник перешел в режим дфу и прошивает загрузчик но прошивкой если вдруг не получается прошить полетник появляются какие-то ошибки то для начала перед тем как подключать его компьютера нужно зажать контакты будут на плате и после этого подключать компьютеру прошивка установилась нажимаем connect и переходим к настройке полетного контроллера в первой вкладке сетапа можем посмотреть правильно ли установлен полетный контроллер на раму для этого берем квадрик и начинаем его поворачивать разные стороны картинка должна также повторять эти повороты после этого можно откалибровать акселерометр поставив квадрокоптер на ровную поверхность переходим на следующую вкладку порт здесь нам надо поставить галку serial rx на порту у арт-3 так как у нас подключен приемник по протоколу s-buzz не забываем нажать save attribute параметры сохранятся и платы перезагрузится переходим во вкладку configuration здесь есть картинка показывающая нумерацию моторов и направление их вращения выбираем в пункте receiver serial buzz receiver так как у нас приемник подключен по протоколу s-buzz и здесь выбираем этот протокол и россии си ай аналоговый нам не нужен галочка и должна стоять далее выберем частоту опроса гироскопа так и оставим 8 опроса пит контроллера можно поставить 8 я буду летать в агро поэтому акселерометр мне не нужен я отключу и здесь включу режим air мод с помощью этого режима даже при минимальном значении газа квадрокоптер будет отрабатывать бит контроллер далее убираем протокол дэшот я выберу дэшот 300 предыдущем видео я показывал как настроить полетный контроллер пика бл x для того чтобы можно было активировать протокол дэшот там нужно было соединить сигнальный провод идущий от первого регулятора с контактом ppm ссылку на это видео я оставлю в описании под видео оставляем значение в бат для того чтобы полетный контроллер определял напряжение аккумулятора и при достижении минимального значения напряжения срабатывала пищалка датчик тока нам не нужен остальные параметры оставим по умолчанию не забываем нажимать кнопку сэйв и атрибут в следующей вкладке файл сэйф мы оставим все по умолчанию главное что было установлено галка стэйдж 2 и был выбран режим дроп при потере сигнала через одну секунду квадрик будет останавливать мотору и падать это самый оптимальный режим для гоночных квадрокоптеров на всякий случай нажимаем сэйф атрибут вкладка пит тюнинг здесь виды я оставлю по умолчанию единственное подниму версии рейты до 1 и 0 5 по роллу пичу и яву и подниму супер рейты до 0 75 как видим значение рейтов увеличилась до 1000 градусов в секунду каждый этот параметр может подстроить под себя нажимаем сейф сейчас будем видеть прием с передатчиком для этого берем аппаратуру включаем ее создаем новую модель выбираем мультикоптер все параметры оставим по умолчанию нажимаем enter можно будет дать название модели листаем вниз и нажимаем кнопку бинт также понадобится аккумулятор небольшая отвертка берем квадрик и с помощью этой отвертки зажимаем кнопку бинт которая находится на приемнике и подаем питание после того как подадим питание на полетный контроль мы видим то что светодиоды на приемнике горят один зеленым цветом другой мигает красным это значит то что приемник забиндился отключаем сначала питание квадрика после этого отключаем бинт на аппаратуре опять включаем питание и как видим светодиод на приемнике сейчас горит зеленым оставляем аккумулятор подключенный квадриком во вкладке ресивер членом мы выбираем последний пункт нажимаем save и смотрим чтобы положение стиков соответствовал каналам газ яв пич и roll теперь нам нужно добиться того чтобы минимальное значение на всех каналов было 1000 а максимальная 2000 посерединке 1500 как видим сейчас минимальная на всех каналов 987 максимально 2011 переходим во вкладку командной строки и вставляем значение rx range по всем каналам это 987 минимальная и максимальная 2011 после этого нажимаем сейф опять переходим во вкладку ресивер и как видим минимальная у нас теперь 1000 максимально 2000 на всех каналах и среднее значение 1500 также проверяем работают ли тумблера аукс 1 и аукс 2 далее переходим во вкладку модес на арм мы выставляем тумблер аукс 1 нажимаем сейф и на бипер поставим аукс 2 для активации пищалки нажимаем сейф из остальных вкладок нам понадобится вкладка motors заходим в нее аккумулятор должен быть подключен нажимаем галку что мы сняли пропиллеры и проверяем правильно ли обращаются моторы как показано на рисунке у меня 1 4 моторы работают неправильно сейчас мы будем прошивать регуляторы и направление вращения поменяем именно в элх или конфигураторе это flight конфигуратор можно закрывать запускаем в элх или конфигуратор подключаем квадрокоптер компьютеру аккумулятор должен быть подключен нажимаем connect нажимаем read setup как видим все четыре регулятора у нас определились после этого нажимаем flash all убираем последнюю прошивку и нажимаем flash поочередно все регуляторы прошьют с последней прошивкой после прошивки всех регуляторов нужно будет изменить направление вращения на первом и на четвертом моторах для того чтобы сохранить эти значения нужно нажать в right setup ну что квадрик прошит и настроен следующем видео будет первый полет понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал на этом все и как и Субтитры сделал DimaTorzok